Украина за 10 дней использовала годовые квоты на беспошлиный ввоз мёда в Евросоюз. Исчерпали также лимиты на яблочный и виноградный сок. Чем ещё торгуют украинские производители в ЕС и, главное, на каких условиях, расскажут мои коллеги. Ситуация, когда в первую неделю года квоты на ряд продуктов исчерпаны, для Украины не нова. И Брюссель в прошлом году уже пересматривал нормы. Например, вдвое увеличили для беспошлиного ввоза кукурузы, на треть для ячменя, пшеницы и томатов. Для мёда увеличили квоту наполовину. Но годовые объёмы пчеловоды исчерпали всего за 10 дней, сообщил замминистра агрополитики. Зрозуміло, что экспорт на цьому не зупиняется, просто продолжается на загальных подставах. В Украине наличуется близко 400 тысяч пасечников, які суммарно вырубляют в среднем 70 тысяч тонн меду на рік, что є найвищим показником в Европе. Майже 57 тысяч тонн, або 80% всего украинского меда, экспортуется переважно в Европейский Союз. Квоты, то есть разрешение не платить пошлину на ввоз конкретных объёмов продукции, действуют только для 36 категорий украинских товаров, так называемых уязвимых позиций. Тех, которые могут вытеснить внутреннего европейского производителя. Для всего остального, а это 96% украинского экспорта, ЕС вообще убрал пошлины с января 2016-го, что позволило Украине усилить позиции на европейском рынке. Не только в отношении пищевой продукции, такой как крупы, птицы, амёд, но и, например, ёлочные игрушки. В 2017-м Украина продала их в ЕС на 6 миллионов долларов. Это на треть больше, чем в прошлом году. Алиса Орлова, Елена Абрамович, подробности, телеканал Интер.